Сказали то, что по вашим счетам происходит многократное заявление на забывание кредитов, что у вас к номеру телефона привязывается не одна карта, их нужно проверить. Стали не обращаться к третьим лицам, то есть ни родителей, ни родственников, ни сотрудников, никаких не повечать, потому что потом у саняки ходить по судам, по отделам полиции. Начали поступать сообщение с банка, что происходит списание средств. Там уже мозги отключаются, ничего не соображается. Молодой человек рассказывает, незнакомец, представившийся сотрудником банка, сообщил, что на лицевые счета ангарчанина поступают заявки на кредиты и регистрации на стороннем ресурсе, а также, что у него списали деньги, и на телефон даже пришла подтверждающая этот факт СМС-ка. Под давлением мошенников молодой человек перевел на указанные имя счета почти полмиллиона рублей. Такая схема обмана одна из самых распространенных. Звонящие представляются сотрудниками банка и говорят, что происходит несанкционированное снятие денежных средств. Либо необходимо оформить для такого случая кредит, для погашения какого-либо другого кредита, и перевести, либо перевести денежные средства на безопасный счет. Однако могу сказать точно, что сотрудники банка никогда не звонят по данному поводу. То есть, если какие-то, они могут заблокировать данную операцию, либо заблокировать всю карту и написать сообщение об этом. Представляются мошенники сотрудниками правоохранительных органов. Звонки следуют один за другим, человек теряется, отправляя деньги на указанные счета или номера телефонов. В Ангарске был зафиксирован случай, когда жертва в течение нескольких дней сделала 120 переводов. Несколько стабилизировалась в июле обстановка, связанная с суммой хищения денежных средств. Но при всем при этом, следует сказать, что вообще за период 7 месяцев наши граждане расстались без нескольких десятков тысяч рублей, практически с 35 миллионами денежных средств. Это жители нашего Ангарского городского округа. За июль месяц 5,5 миллионов перешло в руки мошенников. Вот такие очень мощные цифры, скажем так, которые за 7 месяцев, как я уже говорил, 35. В прошлом году за весь год сумма похищенных денежных средств составляла 40 миллионов за год. Самый действенный способ не стать жертвой мошенников – просто не общаться по телефону. Если появились какие-то сомнения, завершить разговор и тут же позвонить в свое финансовое учреждение. Номер его горячей линии указан на банковской карте. Ведь если человек попадет на удочку злоумышленников, получить деньги назад вряд ли получится. Альберт Домнин, Алексей Резник, Новости 360 Ангарск.